Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Слова этой детской песенки знают все. И, как правило, современные дети уже до школы умеют и читать, и писать. А вот готов ли ребенок к школе психологически? Как это узнать? И что делать, если он все-таки не готов? Сегодня об этом и поговорим. Здравствуйте. Алена Анатольевна, что такое психологическая готовность к школе? Ну, психологическая готовность, она определяется тем фактом, что у ребенка основным видом деятельности становится обучение. Ребенок становится более самостоятельным, ответственным, он готов уже взаимодействовать со взрослыми, не только со своими родителями, причем с другими, с чужими. Ребенок становится более, скажем так, контролируемым, и он вообще готов сам контролировать свое поведение. По словам специалистов, понять, что ребенок психологически не готов к школе, можно по многим признакам. Ребенок не принимает нормы и правила поведения, не умеет взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, не желает отвечать на вопросы. Ребенок не умеет контролировать свое поведение, сложно справляется с возникающим напряжением в любой ситуации. У него плохая память, неразвитая мелкая моторика, он не усидчив, невнимателен, легко отвлекается, не умеет ориентироваться в пространстве. В конце концов, он просто не хочет идти в школу, боится ее. Самое главное, наверное, психологическая готовность – это желание ребенка учиться. Это его мотивация к обучению. Вы говорите о мотивации, но разве не все дети мечтают пойти в школу, как-то влиться в коллектив своих ровесников? Вы знаете, практика показывает, что сейчас на самом деле не все мечтают пойти в школу. Многие детки боятся школы, потому что у них уже есть опыт неуспешности в каких-то других видах деятельности или в какой-то другой группе в детском саду, например. И сейчас еще программа, она простроена таким образом, что ребенок, приходя в школу, он уже как будто бы должен уметь читать, писать, читать. Хотя на самом деле всегда так было, что ребенок идет как раз за обучением в школу, и там он должен этому научаться. Но это не всегда так. И поэтому, наверное, мотивация очень важна. Вы назвали очень много нюансов, но все-таки какие шаги могут предпринять родители, чтобы облегчить путь ребенка к обучению? Ну, а если говорить про рекомендации или про конкретные шаги, что это за шаги? Ну, наверное, не запугивать ребенка школой, как минимум, не запугивать его оценками. Не говорить о том, что если ты не будешь читать, ты будешь получать двойки. Второе, наверное, нельзя сравнивать ребенка с кем бы то ни было, с другими вообще. Не со старшими братьями-сестрами, не с теми, кто рядом с ним, другими детьми. Ребенок он сам по себе, и сравнивать его можно только с ним самим, вчерашним. Вчера было не очень хорошо, крючочек получался, а сегодня он уже лучше. Ребенка нужно чаще хвалить, то есть формировать ситуацию успеха. Не чтобы он боялся, а чтобы он, наоборот, хотел и старался обучаться, что-то осваивать новое. Ну вот идет уже учебный процесс, и родители начинают понимать, что что-то не так с ребенком. Что им сделать и что им предпринять? Ну, в таком, наверное, случае нужно разобраться, а что идет не так, с чем конкретно столкнулся ребенок в ситуации школьного обучения. Например, он не хочет идти в школу. Тогда, наверное, стоит разобраться, почему не хочет, да, что его пугает, чего он боится, о чем тревожится. Если ребенок не может объяснить, может поговорить с учителем, например, если он плачет. А если ребенок соматизирует, например, он начал часто болеть, температура поднимается, живот у него крутит, анорест начался, тики появились. Это тоже, ну, скажем, требует пристального внимания. Тогда нужно ребенка, например, к неврологу сводить за консультацией и, возможно, к психологу. Очень важный, наверное, момент, если ребенок из группы риска, ну, так называемой группы риска, то есть если у ребенка отягощен анамнез, если у ребенка уже в прошлом были какие-то трудности, например, когда он ходил в садик, особенно если у него были там речевые какие-то трудности, то есть есть какие-то неврологические диагнозы, неврологические проблемы, тогда такой ребенок, он наиболее пристальное внимание нуждается. Тогда нужно обязательно пойти к неврологу, посетить специалистов, логопеда, психолога, для того, чтобы, ну, скорректировать эту помощь и чтобы были специальные занятия, специально организованные условия. Чтобы ребенок не боялся школы, его можно заранее к ней адаптировать. Это тем более важно, если у ребенка нет опыта общения в группе сверстников. Именно для этого сейчас существует возможность посещать различные развивающие и обучающие группы. Здесь, кроме социализации, ребенок приучается к дисциплине, развивает внимательность и усидчивость, приобретает необходимые навыки и вообще готовится к обучению в школе. Очень важно быть очень чутким родителем. Если у ребенка что-то не получается, попробовать разобраться, а почему это так, и оказать какую-то поддержку. Важно очень уметь утешить ребенка и дать ему надежду, что завтра у него получится однозначно лучше, чем сегодня. Наверное, это будет основное правило. Специалисты говорят, что ребенка нужно не только слушать, но и слышать. Тогда вы будете понимать, как помочь ему подготовиться не только к школе, но и к жизни в целом.